очень хорошо что тут камерный формат я на самом деле без иронии сказано самом деле страшно люблю и вообще считаю что идеальное чтение стихов когда ты вот просто сидят три человека ты изгаляешься над ним как хочешь они поскольку их 3 они не могут встать и уйти потому что это уж совсем неприлично вот я хочу сказать что я очень благодарен ли не ваньян который когда здесь работала и которая все-таки значит добил у меня потому что мы с ней два или три раза пересекались до пересекались на разных как бы вот вечерах литературных а в последнее время в марте даже в апреле в начале апреля мы с ней вместе значит были на прекрасном совершенно фестивале голоса в чебоксары посвященном памяти айги который проводит алёша прокопьев и игорь улангин и и алёша прокопьев здесь конечно все знают кто то сказать но все так как сотрудники потому что он сейчас проводит переводческие вечера цикл целый и это вообще любимый мой самый политический фестиваль из всех которые существуют в россии я несколько раз на нем было вот еще раз поехала там начать вот там настолько была душевная в этот раз атмосфера и в то же время какая-то сконцентрированная такая за два дня очень много всего что когда значит лена подошла и сказала на так что что все никак насчет не приедешь музей по из леничу стернак и не почитаешь там стихи я там все ли она забыла последний капли значит период очном приеду и почитаю мы с ней стали договариваться эту субботу еще не знаешь она будет рабочие но тем не менее не знаешь ли она не будет и не знаешь еще много народ не будет не менее вот значит я думаю что мы нам сделаем так тут как бы намечаются такие две такие два как бы отделение меня отделение до в одном будут стихи из вот этой вот книжечки которые кстати у кого нет еще может ее получить вышедшие в шестнадцатом году где собраны избранные стихи за 15 лет примерно с 1999 по 2014 годы из шести разных сборников вот а во втором отделении или наоборот в первом сейчас я подумаю будет будут стихи значит из книжки новые которые готовы к печати даст бог его может быть до конца года или в начале стоит еще кто-нибудь возьмет да и напечатает пока что еще это не очень понятно потому что с издателем который сдавал на предыдущие две книжки я поругался с новым издателем у которого хотел издать эту книжку еще не подружился сейчас это дружится у него изданность не успеет еще у кого не вот я наверное все таки начнут с более нового а потом после небольшого какого-то перерыва истим пяти или десяти минутного мы перейдем вот условное название книжки я думаю что она так и будет называться всем бортам и люди которые значит читали предыдущие какие-то книжки они я думаю не удивятся этому названию потому что они знают что у автора вечно идея фикс это воздухоплавание перемещение по воздуху в самолетах субкультура стимпанка значит викторианская эпоха и все такое поэтому всем бортам начать я даже я даже несколько раз во сне видел увидел значит обложку этой книги я уже не знаю какая она будет на самом деле если будет где значит скриншот такой значит какой-то программы который следит за перемещением самолетов в мире там такая значит карта земли такой темные на айфоне многочисленные мелкие самолетчики понятно что всем бортам это некоторые так сказать сигнал который подается при наступление каких-то чрезвычайных обстоятельств чтобы он не конкретно значит самолета был передан на абсолютно всем кто сейчас находится вот так что кое-что из книжки грядущей всем бортам можно между стихотворениями задавать любые вопросы значит выражать любые искать любое там презрение или одобрение все принимается совершенно нормально вопросы стараюсь ответить вообще можно шуметь стучать стук в окно кто там но пока еще не вошли всем портам всем портам всем отпущенникам земли оставайтесь вдали оставайтесь вдали оставайтесь вдали из листвы и огня куклу воду я сотворю чаю крепкого заварю если сам внутри не сгорю чур меня человек печально увлечен отсыревшим битым кирпичом аркою окном дверным проемом флигерем плитой доходным домом всем что ни к чему и ни о чем человеке медленно болит городской молотиражный вид щелевой сквозняк воды проточен и мигалок переблеск полночный больше ему небо говорит человек не ночь не мяч не врач он полупальто рюкзак и шапка под дождем легко ему и зябко он обложка маркер и закладка господи согрей его и спрячь дмитрию данилову если с утра чуть продрав глаза погружаешься в социальные сети жизнь начинает казаться невыносимой свое время когда я работал на лубянском проезде метро китай город я применял от этого три средства вот они по нарастающей в вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка надо лишь присмотреться точеный профиль волосы как крыло птицы глаза неземной глубины не надо пялиться на нее это пошло просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке если и это не помогло в длинном подземном переходе на китай городе раньше всегда пел маленький хор слепцов давно их не слушал метро поют многие но так как они не пел никто так наверное пели слепые лирники из повестей паустовского как будто прощаясь с этим миром каждым выпиваемым серебряным звуком но если твоя печаль еще глубже и слепцам не удалось тебя от нее избавить надо выйти из так называемого верхнего выхода китай города там где лубянский проезд резко спускается вниз к москве реке где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбой белого пара из труб замоскворечья как будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли не желая покидать теплое лона инструментов глядя на этот пейзаж надо пять минут постоять в стороне от людского потока делая вид что так что кого-то ждешь дабы избежать толчков и ненужных вопросов а потом когда ощутишь растущий в груди воздушный шар просто идти по направлению к реке не спускаясь вниз а прямо легко и свободно постепенно отрываясь от земли одного из слепцов я знала его просто нет уже в живых я там работал и лет лет пять наверно не находил потом они кстати на моей на моей памяти куда-то вот переместились видимо и больше теперь это три-четыре человека обычно там был состав екатерине соколовы 2 творение 1 тщательно зная что проникает сквозь окна медленно стоя на берегах небольших межплеменная народности суша и мокро песни весна и прежнего лет бежит мысленно линию белому свету проводит прячет глаза и отходит ты ли еще ставил меж каменных новых строений катки солений вот и гляди как возникают веснушки полночных селений тут тут и тут на лице и груди второе это поезд наоборот розоватый лед ты колбу приложить просил привези мне папенька плод с дерева и дросси я хочу таких древесин чтобы были круги свобод чтобы поезд наоборот самолета в одном весле и стоит на моем столе речь во множественном числе и поет поет кто бы поезд сопроводил повстречав ни свет ни зарю сероватую жизнь свою за понюх отдал вот сутулой стою смотрю за плечом бердан подходи и найди портал по паролю встретимся там говорю филин и домовой тоже два стихотворения соответственно первое домовой филина второй филин домового чья мордочка смешная цепелинья выглядывает в щелку что не час шумерка мышь к тебе ко мне подбила клинья у глиняных табличек научась за ней идут кроты и землеройки за щечники за пазушники зло угадывать предсказанные сроки и день крутить и ставить на зеро все утекает в темную воронку пока весна не в собственном соку пока сюда в весы и сковородку насос и шланги не приволокут заглядывай ко мне с опушки леса мы тени две и сядем по углам где шепотом разыгранная пьеса что лодка полусгнившая у тла фильм домовой вступает ночь раскачивая в такт холодный воздух и выпрямляет тщательно траву примятую стекольщик проходил недавно на слепые хутора у них повыбивало ветром окна уху 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 мне надо выполнять ночной урок а ты уже забыл как холодны уроки как вода законов ломит зубы как звонок катясь от леса к лесу дребезжит и бьется то сосновый то еловый то лиственный читай где мы вчера остановились с загнутой страницей представь что ничего не началось след не примят еще и стекла целы и перемена длится навсегда перед закатом он вернулся в дом ребенка в лесном поселке откуда так и не смог уехать за все эти годы просто смотрел на небесные корни скользил взглядом поверх приставок а теперь вдруг увидел все суффиксы крышечку от кефира косточку от черешни ножичек для игры в ножички и все тоже транслирует свободное радио северных территорий и его окружают возмужавшие воробьи и чесала мизинчиком пятки нам и в саду зажигала огни но стихи капитана лебяткина перед сном говорила не с чешуёю покрытыми местными знает каждый в округе удмурт нелегко разговаривать жестами но иначе они не поймут вообще подготовьтесь заранее занесите в секретный блокнот а иначе на тайном свидании неожиданно сменится код просочатся багровые морки сквозь прозрачное небо слои и за вами придут энтомологи ощетинив булавки свои цикл под названием стихик а.б. некоторые тут знают кто это рассказывать кто знает тут на их 3 1 поливали цветы а то ли искали клады целовали запястья то ли клевали с рук все стрекочет в уме что греческие цикады что пройтись по бульварам из-за лук ты к лицу москве как чуть холодка под утро как богато в центре и по предместьям скудно как взлетаешь в бешеном лифте войдя в подъезд повторяя список кто выдаст а кто не съест говорили ночью а утром клевали носом цепелинный пух примерочный за углом все чужие сны начинавшиеся вопросом разбивались а бесстрастный поделом как аспешно раскрыты зонтик дождя стаканта ничего то нет в столице сильнее заката когда ходят вокруг дожидаясь явление тьмы за домами холмы за рекой дымы и мы второе retweet and follow я жил в седьмом квартале где возле молловой поддатые летали на скейтах бешеных и у ларька внизу сверкало озеро июльскую грозу вини в той луже но уже узнал я средства как мне уменьшится в отравленное детство в приют оставленный как сжаться мне в комок что под рубаху единый не промок на снимках свадебных фата или морган вертя булавочку картонного орган кораблик выстрогов из мачтовой сосны доплыть и взять в ларьке бутылочку об сны и отмененную пробежкой календарной дойти по берегу до площади нетварный базарный то есть и закинуть не вода в свет не закатный не ушедший никуда и 3 дни когда тонкий лед встает на краях луж дни когда всякий сброд поет на краях душ растягивая края пытаясь увлечь с собой стой на месте душа твоя стой стой где осыпь и взвесь где горы река родник стой посреди небес опрокинуто в них где горит не расстаться уголек или дом с каплей крови на пальце уколотом веретеном такой текст который называется игра москве там упоминается проходивший по моему четыре года назад знаменитый московский фестиваль книги в парках который проводила в качестве куратора блестящие значит такая александрина маркво каковую каковая значит потом подверглась судебному прислению да поскольку супруг ее был одним из координаторов штаба навалина и там начало была обвинена в том что она тратила деньги полученные в качестве гранта на проведение фестиваля на поддержку навалина игра москве время время пролетает вдоль окна вспоминает как любила никого книги в парках что устраивало нам золотая и лукавая маркво пойма пойманные блики на воде волга долго в абсолютной темноте шевиотовый водитель мальчик мой остывая возвращается домой ну а дом это где темные как сеть тятя тятя притащили ли чего ежедневная готовность умереть за империю за нормы гто потому что дом не может быть другим там выходит двухголовый андрогин и одной головой уговорит пробирает точно диктор левитан а другая голова над ним парит и следит за ним и ходит по пятам лето-лето нашей жатвы и тревог привези нам свой трамвай травелок мы разложим для просушки как листву всю прожилками наружную москву и запомним по полуночным звонкам по суставам по артритным узелкам тятя тятя вы сломали ей вчера шейку старческого хрупкого бедра ничего и даже это не впервой этот казус уже бельли бельли был оседает над распавшийся москвой золотистая подсолнечная пыль время скоро и в больницу не берет пусть москва моя от старости умрет среди кружева и старческих помад раскрасневшись как игральный автомат продолжение этой темы глав мост строй будь мне братом или сестрой кофе земли предложи мне с бетонной пенкой план нарисуй мне кичливой землеотвода внеси в реестры отрави меня в придорожной столовой где стоят дальнобойные фуры значит там не отравит унаследуй боль мою и свободу развались расточись и смешайся с прахом рос глав снабстрой дурмаш загран поставка видишь имя твое нежное я запомнил цветами тебя одарил полевыми уподобил серни тебя на горах ливанских штукатурку в трещинах где зашифрован тайный код вселенной покрыл я бесцветным лаком и твои машины незаметные для живых но видно и мертвым я наполнил воздушными шестернями криво шипами синевы карданами снега что иное я должен сделать дабы сам себя ты пожрал ура ворус крутятся сплетаются воздушные черви неразличимые человеческими глазами над великим городом над равниной каждый перед своей смерти сын своего камуфляжа рост глав снабстрой дурмаш загранпоста рост глав снабстрой дурмаш загранпоста я помню у меня было то что я возрасте 14 лет шел рядом с арбатской площади я даже могу сказать что сейчас там новые в этом здании новые помещения музея гоголя кто знает то есть там музей гоголя вот где андреевский памятник во дворе справа старое помещение музей слева значит новая выставочная когда-то извиняюсь в этом самом доме было я извиняюсь рост глав снабстрой дурмаш загранпоста висела прекрасная бронзовая вырезка на которой ровно это же было написано я у меня был 14 лет я там ночь куда-то шел по-моему с друзьями я значит как в копы на остановился минут пять лет смотрел запомнил на всю жизнь я запомнил на всю жизнь только два таких слова это рост глав снабстрой дурмаш загранпоста да и да и и значит на этом второе многие помнят имя и фамилию первого монгольского космонавта которого звали жук дэрдэмидин буракча я помню про него у меня есть но какой-то какой-то очень фиговенькой и она никуда не вошла ну следующее стихотворение тоже требует небольшого пояснения тут вот в этой книжке как бы немножко я так попытался составить тематически они все были более-менее в одном состав но как бы концентрировались в разных местах этой книжки тематически близкие вещи тут такой московский блок и стихотворение называется разумов разумовская у меня просто дом между петровским разумовским покровскому стрешню вот и надо сказать что тут такая довольно забавная история есть места которые с детства на тебя производит некое мистическое впечатление вот я всю жизнь живу между этими двумя парками и для меня эти два парка это такой полюс света и полюс тьмы вот как-то так исторически сложилось причем интересно что полюс света для меня покровской стрешнюю а полюс тьмы гулять а мы подходили туда кто знает московскую как топографию со стороны улиц космодемьянских и входили как бы шли по лиственничной аллеек парковому пруду на том берегу паркового пруда там значит центральная аллея усадебная и в конце собственно говоря дом разумовский который сейчас ректор от темирайзерской академии сельскохозяйств и когда значит с противоположного берега смотришь на эту усадебную часть она сейчас закрыта официально для посещения там начать заповедь на такая зона когда туда можно было спокойно ходить то видишь с одной стороны этой усадебной аллеи такой большой довольно красивый грот с которым зимой лыжники любят кататься а с другой стороны казалось бы по всем правилам паркового искусства должен такой же грот находиться на его там нет я с детства помню ощущение смотрел все это мистически еще смотрел на место где должен быть симметричный этому второй грот не как-то прямо мурашки нашли по спине я не мог совершенно вербализовать чуть происходит осознать даже потом уже где-то дожив там лет до 14-15 я прочитал сначала соломиную сторожку или давыдова потом без и естественно потом я понял что это срытый тот самый ровно тот самый грот которым значит был задушен студент иванов казначей родовольческой организации общество народной расправы с чего собственно говоря началось нечаевское дело сам большая ячейка общество народная расправа была как раз петровской сельсхозяйственной академии которых предшественница тимирязевской вот потом они значит пытались утопить в пруду но он всплыл собственно так все началось и потом значит собственно федор михалыч приехал туда вести как бы репортажи значит судебные и следственные для журнальных отчетов и там у него собственно замысел родился но про покровской с трешним там отдельный разговор тоже довольно длинный тоже интересно тут ничего про него в стихах нет а вот про разумовской есть через нет через какое-то количество лет а срытые был и я думаю это было чуть не сразу после окончания процесса поскольку очень очень много когда вижу конечно да но в доме потому что было было масса народовольческой организации они туда ходили значит это было бы культовое такое место и чтобы не создавать видимо разумовская так лето и заканчивалось гром грозы как бы пустая стеклотара к дождю уже подмешивали брон турецкий марш на песню саваяров мобильников сменили невзначай чудом не сгубили иван чай растили что-то в плесневом стакане шептались меж собой как мусульмане в окне на задний двор уже торчал сипатый дворник шибзик безголосый и в небесах невидимы колеса вращались всех везя наоборот вниз головой пристегнутых ремнями задаренных тарами комарами искусанных в тот уцелевший грот что слева до сих пор а тот что справа тот призрачный там никто иванов студент и труп без тела и штанов и сверху надпись царская любовь а снизу штамп народная расправа все таки я тоже начну цикл небольшой называется железнодорожная сюита как классическая классическая сюита у нас трех частей соответственно там и текст а по названием этих текстов будет понятно что она железнодорожная ну собственно и по фабуле к первое киплинг начало империи две стальные пролягут от оста навест где был палец монарши там будет объезд где болото осушат где скобы замкнут кипяток заключая в железный сосуд перетертые в пыль золотая земля под колеса ложится простор шевеля вот и киплинг чугунный и пороховой лег отдельной строкой в накладной грузовой ничего ничего заводи под испань заходи в нашу гавань трехтонным гудком покрути эту ручку и медленно встань толстобрюхой родне припасаем на корм вот латунная нежность и медная злость а что быстро летит то уж так повелось каждый каждому сиблинг бастард и кузен дядя киплинг тебе говорит джоузем мы приказ приказ разошлем по подметным листкам по секретным железнодорожным войскам и услышите вы шорох наших дрезин от голландских высот до голландских ниин второй нобель расцвет империи ты знаешь он назвал ее электро он утверждал что женщина она что в небе складки греческой туники он видит а среди причальных мачт он нобель нобель краденое море китайский порох вновь изобретен пространство расширялась и вбирала входило словно в женщину шары огромные и молнии мишними он отключал и целовал и их поверхность запотела от дыхания просил включить опять и любовался на треск сухой и греческий огонь и все составы шли по всем дорогам и порох прах все обратиться в прах когда-нибудь так будем жить как новос как норд как нож как нобель наконец 3 мамонтов гибели империи там линия и точка вот беда там где поют серебряные да там где уже не ходят поезда надеюсь это все не навсегда лишь черубины легкий говорок читать ли между строк от сложных семантических причин до синих симпатических чернил того что ты просил не сочинил но все таки я что-то написал где скальпелем разрезанный курзал политые и притом тополя стояли мы полмира покоря опущенные руки губ углы погасшие огни курлы курлы в последний день тени тени носок веди веди разрез наискосок на стыках зубы прочь и эта ночь и эта ночь тупик заград отряд ты рад я рад ветер дует отсюда к нему вчера пришли из большого дома и намекнули дуй отсюда в течение суток препятствий не будет иначе начнем с мелких твоих завихрений а дальше больше трясущимися руками попросал в чемодан все листья паруса открытые форточки и гудящие провода с билетами на самолет и визы проблем не возникло а на таможне даже сказали попутно и улыбнулись чего никогда не бывало прежде там его ждут вдоль побережья ветроэнергетические установки трех университетов нижних земель здесь полный штиль о чем вы давно мечтали ну и наверное последний из этой книжки собственно то что ее должно завершать давай машины мира читай так что значит сначала некоторые пояснения это действительно при любом раскладе это должен быть завершающий текст книжки я боюсь даже без без него наверное не соглашусь и печатать есть кто-то вдруг мне предложит а стоп он мне кажется каким-то вот точным образом ее заканчивающим и называется он хамишим хамишим это на иврите 50 ну а собственно говоря в тексте в этом 50 строк и каждый из них пронумеровано и из контекста в общем понятно что к чему один заглянуть за угол потом за другой никого нет 2 а с этими северянами всеми швами наружу уже и так распрощались предыдущие арки здесь близ чистых прудов где череда чаепитий по анфиладам комнат 4 старомосковские привычки купеческая ты понимаешь 5 я научу тебя проходить сквозь стены и смотреть стоя за спиной 6 невидимо они будут ощущать это как зуб между лопаток 7 и в районе солнечного сплетения но не обратят внимание 8 списывая все на нервы и необычайную засуху этого года 9 которое скажу тебе по секрету скоро сменится холодом 10 потому что круглые прозрачные глыбы воздуха ледяного уже летят с белого моря 11 мне сказал один раф со спаса глинищевского он знает 12 что значит почему только тут 13 именно в этом переулке есть первотрещина 14 портал входа в штукатурку в сырые известняки в карстовые пещеры в поры туфа в пустоты 15 по которым одним нам дозволено передвигаться 16 ничего ничего чернильное пятно на месте 17 узел на обрывке шпагата умница р еще вчера завязал как надо 18 просто подпрыгни как бы ввинтись в стену 19 ощутишь пахнущий соляркой соленый ветер 20 потом сжение и мерцание 21 а потом будто все возможно 22 главное не давай себя целиком захватить этому чувству 23 это важно чтобы все последующее происходило гладко 24 на земле и на прочих уровнях о которых тебе еще рано 25 и потом тебе будет первый аксис 26 мерцающий горный город в северной галилеи 27 тебя чуть не побьют камнями за нарушение субботы 28 когда ты въедешь туда на машине вечером в неурочное время 29 но зато ты будешь входить в любые двери 30 и петь с ними вместе за фаршированной рыбой и весь город будет звучать как труба органа расстроенного после потопа но играющего и это уже прекрасно а потом тебе будет второй аксис 34 ты будешь трястись на подводе спасаясь от этих а потом встанет старый кривой мишурис и скажет я помню этих еще по тайскому фронту 37 люди не злые культурные имеют к нам сострадание 38 вернемся назад в свои дома они не обидят 39 а затем ты встанешь за спиной войн зацгруппе 40 и ты будешь пламя из которого нет возврата 41 третий аксис иной голубая хрия 42 тонкий нестерпимо гудящий дрожащий шнур света 43 паутина всего двигатель краткой боли и долгого забытья 44 ну что ты ко мне прижался 45 что дрожишь глупый не уж ты понял 46 да вижу понял сперва все плачут 47 уже понимают про новый воздух 48 новое небо и землю 49 ну поплачь немного и хватит хватит слышишь хватит до тех кто значит опоздал первой части было прочитано такая пока неизданной может быть лень книжка который может быть лень еще выйдет ближайший год названием всем бортам там стихи условно говоря где-то с конца четырнадцатого года по конец семнадцатого а вот все что было до этого значит и было напечатано в шести небольших книжках в разных издательствах начиная с со смешной книжки который очень стыжусь которая называлась дай бог память как она называлась называлась она провинциальная латынь вышла в 2001 году очень поздний человек значит парень там книжек 50 стихов вот и меня забыл 35 лет но и там будет такие что сейчас наверное в шестнадцатом и очень наивно прошло но тем не менее здесь несколько из нее есть и вот 2001 по 2014 год значит вышло 6 книжек описаны они вообще с девяносто девятого то есть за 15 лет я конечно честно говоря очень стеснялся и стыдился издавать книгу избранного потому что но известно такое предубеждение то что вообще книгу избранного выпускать как человек уже фомер во первых желательно но псс но как правило для поэта не очень много пишущих это выражается в такой книжке избранного может быть просто потолще но тем не менее если к тому же человек ничего кроме стихов не пишет толком вот вот но добрым значит моим гений мире ангелом явилась прекрасный значит литературовед критики эссеисты с екатеринбурга юлия подлубного мы с ней неоднократно встречались в екатеринбурге сюда в москве приезжала а собственно не в четыре в одиннадцатом году значит меня вдруг ангажировали в жюри ныне покойного но когда-то очень бурно существовавшего литературно уральского литературного конкурса литературе ныне одиннадцатого года юля там тоже была и впервые она там сказал уже неплохо бы значит избранные сдать а потом через несколько лет она значит несколько раз повторял этот вопрос из даже ты наконец избранный уж мы таким образом от крестная мать до этой книжки 1 1 экземпляр не подарил потому что я понял вот и вот я сейчас попробую значит почитать там будет из всех шести но из самых старых которых наиболее стыдно там их и не меньше всего и наверно там будет один только два спешка остальным уже читать это вот я из него сейчас и читаю это избранная как раз и а новая вот значит ну начнем наверно книги 2006 года который называлась как если бы тут тоже очень интересная история книжка это вышло после того как я занял третье место значит питерском конкурсе петербургские мосты литературным который проводил покойный житинский тогда еще и собственно он мне ее издал а название как если бы это название одно из выдуманных книг главного героя писателя русского писателя значок лариата нобелевки главного героя замечательного романа юрия васильевича буй да ермо я был настолько на в 2006 году значит взял и как бы назвал эту книжку как если бы не спросив о том у юрия васильевича и потом уже быстро как она вышла где-то год через два к нам познакомились и когда значит меня даже попросили там для какого-то ресурса литературного написать рецензию на его книжку все проплывающие когда она вышла и мы с ними местным лично познакомились я значит в какой-то момент опять же набрался смелости то шел в ком-то вечер стал юрия васильевич признаюсь значит в такой наглости я свою третью книжку значит стихов назвал по имени роман евро гермо по имени значит произведение героя роман вернул как не возражает ему да нет у меня даже приятно очень все хорошо благословим вот 2006 год чисто московские вещи снег да вазок расписной запада запада шепчут девки за нашей спиной всеми ветрами продута легких камзов рванья видно постигли капуты языкознание моё видно мы зря поменяли бычий пузырь на слюду в нашем приходе я знаю от кистеня не уйду режут ножами порсуны свищут гуляют на все были бы дикие гунны так и остались доселе нам ли службисто галтелый усики пуговиц медь едкий отвар чистотела в каждой избёнке и медь всем указал по неволе пятна дачи и сведя песни тугой броневою встретишь явление вождя лекции тайные сходки так и скребим до сих пор лишняя стопочка водки и начинается спор щеки пунцовья маков дым дорогих сигарет длани вздымает оксаков фигу грановский в ответ друг переводчик затепли свечку в окне с людяном мы соберёмся помедлим что-нибудь переведём спит переулочек узкий спит полицейский фонарь пахнет карболкой русско-нижнесаксонский словарь с эпиграфом из Чеслова Милоша не устаю в полуночном беге о чём ты бежишь утренний бегун в парке о чём неслышно рушишь воздушные арки врата света встающие перед тобой незримо о чём возвращаешься падающие листья целуя о чём волочит стопу припадая слегка на цезуре бегущая рядом резаншнауцер сучка по имени Рифа о тебе бегу наблюдатель с пятого этажа глядящий воздвигающие эти врата откладывающий в долгий ящик всё на свете заслышав осипший тростник знаковый о тебе даже и тогда не выходящий из дома ссылаясь на геморрой на лень на тёплое лона когда мимо тебя пробегает твой истинный звук настоящий обо мне не может быть не могу поверить отвернусь от окна уткнусь взглядом в картины в двери в засохший вереск мне в волнение запретили терапевт и знакомый сексолог отвернись но учти больше о тебе не пробегу ни разу незаметлю быстротекущее время не дарую радость что ты мог бы познать следуя ритму моих кроссовок так ну вот очень хотелось мне еще этот цикл прочитать там есть пары неприличных слов ничего значит я попытаюсь их звенить долгим свистом Лиза это песня слова нет уж давайте ну тут дети извините извините не всегда так вот это такой цикл называется заклинание святогорского уезда собственно написан по как ни странно по итогам такой значит конный конного походов рядом с пушкинскими горами зимнего причем имеет эпиграф из Маши Степановой из ее поэмы «Рыба» если это место край земли оно не самый крайний край земли первое все залавки запечки задвижки все ухваты горшки и угли ссыпки схроны комбеты излишки тараканьих провинций углы первоклассники приготовишки возвращайтесь откуда пришли стой как перст посредине равнины непроглядный холодный ночной свиток свернутый из мешковины голос ветра свисток костяной как дитя на конце пуповины перехвачен струною стальной второе да молчи ты тут один вчера запел что осталось и тебе не покажу тихий шепот пограничья на тропе слева чуть пойдешь налево пропадешь это снег но говори что это дождь в москов на переправе не дежурь просто медленно разуйся и вперед перевозчик нынче туглики берет а обменник по субботам до пяти на фонарик доберешься посвети третье между собакой и волком между светом и тьмой между зимней осенью и осенней зимой на окраине мира где хлеб пекут наберу всей жизни на пять секунд когда падал и не дали упасть когда засыпал и не дали заснуть когда начинал и не дали начать когда любил тебя когда не любил тебя на этом встану и буду стоять слово мое крепко как образа слово мое хлестко как твою мать ей господи когда начну умирать вспомни и отведи глаза четвертое лбом горячим упирался в горы темного стекла говорил что жизнь прошла козлоногий арабчонок стих арине орион няньку вечно крикал мамой за живот держась во сне было много на челне но иные напрягали он же радостен и мал никого не напрягал пятое последнее на соседнем хуторе ветер оборвал провода а электрик запил электрический голос повторяет последнюю фразу за кем угодно лучше слушай тихий шепот керосиновые лампы керосина осталась на сутки запаса лучины на двое звездного неба на неделю нравственного закона на месяц потом будет новая жизнь имена и тени придут и волки числом девять никто не виноват ничего не делать придут и волки числом девять это отсылка к известному такому ботаническому страшному стиху алексей константинович толстого семь волков где их на самом деле девять баллада такая у него есть только вечер настанет стихнут книги селяны седой по болотам расползется туман семь волков в тихоновку семь волков волк за волком выбираются в раз на добычу потом оказывается что это оборотни собственно говоря эту замечательную балладу как ни странно положил на музыку такой современный панк-рок деятель Сергей Силюнин он же Сили из группы Выход в Питерскую у них есть песни семь волков и когда мы были в этой самой деревне Шевели рядом с Пушкинскими горами ездили там верхом то ночью значит для укрепления духа мы с моим приятелем Андреем с которым мы там были ходили до шоссе Петербург-Киев и обратно в кромешной тьме значит под цветом луны до намеченного нами такого куста у дороги и значит пели эту песню когда мы доходили до куста нам становилось настолько жутко там абсолютно такие безлюдные круглые места что мы значит от этого куста обратно бежали уже бегом домой до куста до куста до куста до куста до куста а вы об этом не знали случайно оказался где-то в темноте там не было случайных прохожих на те места все прохожие были не случайны а задумывая да теки водой не поминай обид круги исчезнут ветер налетит и стихнет и тебя не потревожит и взламывая время сургуча прочтешь письмо и говоришь ничья вода не хочет а земля не может теки водой приснись кому-нибудь в день пасмурный как медленная ртуть в день солнечный как разрешение зноя то что уже не может тут не быть ни капать ни журчать ни растворить знобящее ни доброе ни злое снимай усталость другу и врагу пускай стоят мычат на берегу на языке неведомого стада не забирай оставь им это все глянь мельница заденешь колесо и вот скрипит вращается как надо пусть на мосту пролегшим над тобой стена на стену каждый рядовой зачинщиков мелькания и крики пускай в тебя сливают нефть и яд и в зеркало с высот своих глядят два Новгорода нижний и великий вот такой длинный текст который собственно говоря завершал эту книжку как если бы он называется сорок пятое прощальное сочинение Юзефа Гайдена непонятно о чем тут речь и имеет под заголовок такой значит в таком порочно-средневековом стиле из дневника Лаиша Эрденьи коронного судьи магистрата шокрена музыканта любителя начиналось с бессонниц с невыплаченного жалования с дыма табачного заменявшего питье и еду с мысли уйду но чья рука не дрожала бы вздымая ввысь дирижерскую палочку капельмейстер дуй дуй капельмейстер сотни душ с домочадцами словно тени дантово ада стоят за спиной нет светлейшему князю эстерхази нужен намек иной горше злее отчаяни оттяни белизной трансильванских снегов синеву виска собери словно ной в ковчег этой музыки парами божьих тварей вооруженных смычками отправь их искать правда и справедливости в панонии с ее черноглазыми паннами в богемии с ее девушками из стекла как стая из трикоз в России с ее июльским грохотом гроз в лапландии куда последний доходит любая весть но не здесь а светлейшему князю сказали капельмейстер готовит сюрприз сказали обхохочетесь сказали что трижды на бис еще не предел князь отдувался тихо пердел млел поглаживая указательным пальцем левой руки вторую пуговицу на жилете с особенно крупным бриллиантом дети ученики знали это признак особого благорасположения редкого при дворе в октябре ударил ранний мороз съезжались кареты с хрустом ломая наст старший коммердинер тугой лоснящийся педераст руководил суетливыми стайками пучеглазых слуг время от времени звонко шлепая их по заду слышался первый звук настраиваемых инструментов в зале успокоилась гидра уселся стоглазый колосс началось ярче чем обычно отражались огоньки свечей в духовых инструментах гости от восторга возводили глаза к небесам перейдя на первую пуговицу жилета светлейший и сам громким шепотом мучил соседей неслыханный успех йоська то мой каретник каков недаром девять лет у святого Стефана до пять увенских жидков соседи терпели шепот и вот наконец финал первый виолончель встает берет инструмент задувает свечу на пепитре уходит сюрприз какого не ждал никто князь хихикнул потом чихнул множество лет здоровья князю нестройно прошло по рядам вместе с хихиканем ну вот второй третий а там каждый такт каждый миг вырывая из ткани света по одному кусочку одной душе унося их во тьму времени в бесконечный поток смертей в газовые печи для любимых твоих детей старая Европа холодно ли тебе горячо и когда капельмейстер поднял руку с палочкой над последней горящей пока свечой то на каплю света набросились тени как на лакомый кусочек плоти слетается по ночам воронье это музыка умирает это кончается время твое не было поводов для улыбок многие плакали так ну мы плавно переходим к второй книжке ну в смысле она не вторая а четвертая уже по счету но здесь она вторая книжка 2008 года небо для летчиков ее выпустил Митя Кузьмин в библиотеке журнала воздух о чем я честно говоря даже не смел мечтать к тому времени но сложился ряд обстоятельств в 2008 году в сентябре мы вместе с невероятно любимыми мной поэтами Колей Звягинцевыми Диной Гатиной и прекрасным поэтом критиками литературы ведом Четыльей Кукулиным по известной тогда программе Open World ездили в Соединенные Штаты по обмену как бы как молодые литераторы вот были мы в Северной Каролине значит в Чепл-Хилле и в Вашингтоне и как-то значит поскольку нам там все время приходилось читать Ниль Юит произвело некоторые впечатления и когда мы с ним потом говорили я сказал вот у меня собственно книжка готова но я совершенно не понимаю что с ней делать вот и как бы никакие это ничего не знаю просто чего и через некоторое время Илья значит дай Бог ему здоровья мне позвонил и говорит знаете сейчас с Митей поговорил значит в принципе дал ему более что посмотреть он сказал давай присылай рукопись я прислал значит Митя выкинул там два стежка остальные напечатал практически в том виде в каком это и был вот и собственно вот эта самая книжка не для летчиков и из нее теперь я говорит целтыков щедрин зверь обличитель зла хочешь прорваться звони один звездочка треск ноль два сотни томов восковых неправд прадед секунд майор радуйся имя твое виноград на языке моем я продолжаю тулус латрек средние руки горбун я только в эти холсты одет в эти штрихи обут код мой магнит мой на карте краб шулерский мой прием радуйся имя твое виноград на языке моем гроздью корми оплети лозой чтобы глядеть в зрачки не отрываясь и по одной строчки мои зачти писано ощупью наугад сунуться рыбом в калашный ряд крикнуть в дверной проем слышишь ли пастырь овечьих стад слышишь садовник идущий в сад радуйся имя твое полине филипповой приходит зима уходит зима приходит вот и ездишь туда обратно как хоббит надеваешь траурный воздух мехом наружу думаешь сдюжу или не сдюжу впрочем думаешь это другими совсем словами какими думают коми или саами водитель снимает перчатки ключ вставляет греет не задумываясь как лишь человек умеет голубь пешком на свалку собака рысью к дому кто сказал им что надо так а не по другому то-то всегда пугала скульптура скорбящий гений жизнь животных откроешь глядь это жизнь растений что ли переверни подушку выверни наизнанку куртку полюби безответно красивую лесбиянку от природы скромник дамам заглядывай вырез платья и попадешь в первый небесный выпуск горчаков в министры кюхля в курную хибару я же стою на снегу за всех один погиб погибай мы легли на грунт говорит мы легли на грунт наша жизнь морзянка наши стихи вранье не сочти за труд говорит не сочти за труд передай что это все во имя ее и в газету правда свернутую в кулек положи ну хоть пару моих наград ведь она ребенок девочка мотылек это злые люди всякое говорят постучи наверх говорит постучи наверх там механик он ближе к богу он завязал мы легли навек говорит мы легли навек я ей что-то важное не сказал не кричи не трусь дыхание экономь ты моложе может быть суждено спастись передай ей наши летние за окном наш рожок сигнальный звонок и голосист степь да степь кругом степь да степь говорит кругом путь далек лежит кончается кислород в той степи глухой говорит в той степи глухой то ли бредит то ли на ухо мне поет сначала там был эпиграф потом я его снял эпиграф был она утонула царевич плотно ли хорошо ли сидит на тебе январь как на тебя шили сидит как в литой красные кровяные киноварь государь волоски эпидермис маленький мой три дня как народился в голубом терему в корпусе акушерском рифмохват сумарок а уж дрожит заранее возле виска ему жестяной пропеллер выполняет урок так всю жизнь твою будет остроклювый сапсан с неба следить добычу только мышью и лечь прижаться к земле к скале к эпидермису к волоскам к папеньке твоему домоклу тебе несущему меч все у вас в роду воины ты один подкачал некрасив невелик ростом нелюбим лошадьми папенька на всякий случай говорил с палачом а о чем знают красные кровяные твои кто-то тебе приводит каких ты попросишь дев моют заморские фрукты в проточной воде и радиостанции углича транслирует целый день колокольную музыку по заявкам НКВД Москва два стишка таких мини-цикла случайные ли сыпались слова почтовые ли голуби летали в энергонезависимые два из холдинга веселый пролетарий порой крылом заденет по воде из чкаловского через подмостовый и вскрикнет хлыщ в усах и бороде кабацкий завсегдаты из асторий туман или рассеет пелену хмельная и разгульная семейка шатаясь по бурьяну и репью на улице полины осипенко а то еще зимой когда скует когда в унтах с орудием подлёдным неведомое синее снует над фляжкой и котелком походным сиянием высотные дома безумцами увешанные шпили сугробы и густая бахрома о князе благоверном данииле второе через воздух легкий и ледяной со стороны неглинной дождем еле-еле в начале капая шестикрылое и шестилапая заходит молниями сквозя гроза я на трубном потом на цветном отступаю крошуя за домом дом деревом и штукатуркой шурша грифелем карандаша по бумаге в начало мая ее приманиваю над асфальтовой гладью речной темный зверь неручной зависает ворочая запятые отточия и ты где-то вовне в переулке малом головине открываешь окно а там дождь по листам жизнь по местам смерть по пятам снег забивает стрелку моей стране белым стекает воском по декабрю это ли пустота говоришь ты мне это еще не полное говорю снег забивает стрелку часы стоят импортный предсказатель сурок подох мы возвратимся в тот же закрытый ад в наш приполярный атомный городок снег наступает катится напролом мы что не день ложимся под колесо тикает тикает нежности эталон в белой палате времени и весов вот мы и живы пока не придут извне не перекроют газ не отрубят свет это ли пустота говоришь ты мне да да вот теперь она говорю в ответ рыбалка нет наливай конечно не жалко но не теряй лица и не забудь поутру рыбалка ловля воздуха на живца знаешь его все меньше он в самых золотых потайных местах тихо дышит в воздушных ямах слабо мерцает в багетных рамах грудь в крестах голова в кустах помнишь ездили за Калугу щучка во и подлещик во так подтягиваешь подпругу так собираешь себя в дорогу умбрия умбрия понемногу сиена сиена поверх всего так вот закончили мы с книжкой как если бы вернее уже не как если бы они бы долетчиков переходим значит к книжке пятый 2012 года который уже издала прекрасная Лена Сумцова издательства iWords в Нью-Йорке с которым мы кстати тоже познакомились на литературе в енгене в Екатеринбурге вот и который называется поражение Марса предполагаю что это одновременно астрономический термин и астрологический то есть это такой термин из фантастики и значит термин как бы болезненной незлобивости и невоинственности скажем так на обложке там была насовская фотография Марса архивная уже в свободном доступе находящаяся на черном фоне заключенная в квадратные скобки как будто в прицел и заголовки всех стихов значит тоже были заключены в квадратные скобки с тех пор я так и делаю на сосновой даче игра в лапту сын наркома в белу стоит цвету хочет рыженькую вон ту теплоход плывет по стеклянной реке два бутка его два укола перке малый шрам на ее руке машинист поет и уходит в рейс старший мастер звонко стучит о рельс послезавтра его арест человек идет вдоль проезжей любви на закат на левый берег невы он в тени своей головы у собаки боли у кошки боли у страны моей лыжи осенью раскладывали по отдельности письма письма страховой полис и играли то что нашлось в холодильнике Битлз Криденс и Роллинг Стоунс а зимой надо бы на кухне заполночь письма перечитывать пить вино с ней задавать вопросы что такое запонки это для манжет но их уже не носят говорят что ходит меж пространством и временем медленный трамвай на четверо суток в нем простая искра добывается трением чтобы разогнать подступающий сумрак в нем еще играет чуть слышное радио из смешного ящика с надписью Ригонда в нем еще Чайковский ездил к Вивальде так и появились времена года небо раскрыло свой зонтик над молчаливой толпой девочка здравствуй я зомби даром что тихий такой вот я руками цепляюсь за молодую траву вот я встаю улыбаюсь делаю вид что живу маленький цикл памяти бабочек Генделева я очень люблю Михаила Смольевича Генделева очень печалился когда он ушел из жизни на мой взгляд раньше мог бы и мне очень нравится мемориальный сайт который сейчас существует в интернете посвященный его памяти он как известно все стихи центрировал значит по середине строки поэтому сайт называется бабочки Генделева и вот собственно цикл называется памяти бабочек Генделева он записан так же это как бы не из стремления каким-то образом значит с Михаилом Смольевичем стать на равных а просто дань уважения первое дон Кихота вчера скоронили я Санчо Панса мне бы поесть и поспать увы вот и не любят меня мотыльки фриланса кем-то выведенные для Москвы те привыкшие тихо притворно плакать те что любую минутную свою слабость объясняют бабочками в животе перелетные мотыльки опуститесь на моё брюхо лучший отдых на этих холмах крещу вас во имя святого духа в моих желудочных закромах зря ли я пиво брал за 4 гинеи из свиных колбас огород городил всех вас всех отныне зовут дульсинеи это имя любил мой господин второе ты будешь жизнь я буду нищета и мы еще кого-нибудь родим и на краю кровати будет город картонное подобие кремля мосты из спичек метрополитен под одеялом буду побираться в подземном переходе под подушкой и целый день ты будешь рисовать моё лицо на спичечной коробке чтоб не забыть меня так просто спутать с другими нищими пока ты жизнь третье утром ступаешь с кровати как будто с пирса в воду существование белковых тел прямо таки в дознание пилота пиркса в прочую социальную мутотень вредная для здоровья работа в подвале холод и генетический кавардак ты ещё должен тысячу моей али напоминать али отдашь и так и ещё возможно тебя расстроит мы вчера наблюдали на камере б как поутру женщина твой андроид к спящему поворачивается тебе и говорит я любила тебя наверное мы с тобою прошли через года но у тебя под кожей синие вены подозрительно напоминающие провода смирно говорят вам штафирки внемли аргументом и фактом я служил шталмейстером в цирке я давал воды элефантам а когда печальные звери уходили в ночь по четыре я стоял на стрёме у двери воровской фонарик плитыря помните змею недотрогу до сих пор директор икает я служу зелёному богу ваши рядом с ним отдыхают цейсовские стёкла в порядке голуби идут по карнизу маленькие львы и лошадки поздравляют бедную лизу сегодня посвящается наверно нужно большое предуведомление когда издавались первые книжки очень многие московские коллеги подходили ко мне и говорили но после чтения каких-то галису что вообще какой-то питерский поэт так не московский мы вообще тебя знать не хотим что-то у тебя такое слишком стройное и плавное есть у тебя какой-то удалей значит вот и действительно я и сейчас безумно люблю эту питерскую школу и питерское вот это вот гений место как бы да и больше всего наверное люблю то направление которое идет от ранзона и которое значит постепенно теперь вот немножечко как бы обмелев но тем не менее на достаточно высоком и достойном уровне продолжается Олегом Александровичем Юрьевым в новой камере хранения теми так сказать авторами которые примыкают к этому это объединение поэтому ниже следующее стихотворение называется камера это такое омаж значит одновременно аранзону и Юрьеву и прочим упоминающимся там вот а дальше уже есть текст камера выпивает не утирая рот но ему положено быть счастливым вот сейчас он медленно запоет про грозу прошедшую над заливом про слепящий никелем бензобак про летое солнце из пушки в полдень как умеют Юрьев и может порвен тарантеллу пальцами на губах и тогда закружится возле ног рожеватым псом золотистым смерчем лютеранский враг левантийский бог этот ветер с моря не даст прилечим понесет в притон а потом в шалман за еще одной а тогда уж баста за монетой медную нагибаться от сухого корня сходить с ума так в дыму от выстрела аранзон не упал а будто идет по свету над заливом ходит гремит грозой подбирает ловит свою монету на пределе счастья блестит слюда шелестит вода голубеет глина жизнь уже наполненная корзина смерть еще нелепа и молода наверное все таки прочту из этого поражения марса последний текст такой коротенький достаточно верлибор он последний завершающий все они все они умерли от страха нет чего иного это было как рябь на воде в полдень когда объявляли о грядущих налетах когда писали на стенах бог не любит вас и вам бы лучше заткнуться когда призывали не поддаваться панике и пессимизму призывавшие умерли в числе первых остались окна заклеенные крест-накрест памятник робкому сопротивлению остался ветер раскачивающий качели в парке избитый кадр неожиданно обретший новую свежесть еще нет руин здание целый кое-где горит свет если бы ты был жив удивился бы насколько ничего не изменилось только нет машины и вдоль улиц летят птицы и мусор и осенние листья падают громче чем мы привыкли этот день этот день завершился этот прекрасный пустой извинящий день перед началом ночи так ну и значит последний из вышедших на данный момент книжек даст бог может быть это еще выйдет 2014 года она называется подземный флот там замечательную совершенно такую обложку сделала художница подземный флот уже плывет к тебе лавируя меж темными корнями с червивым ветром в темных парусах а мы его антенны перископы ты каждый день проходишь между нами мы за тобою пристально следим мы бражники ночные мотыли мы осторожно подлетаем к лампе но тут же исчезаем на свету ты не лови нас даже не пытайся а то пыльца останется на пальцах чужая пыль подземных берегов свистящая прохладная игра касание щек под слеповатой бритвой и капитан выходит к экипажу и тихо произносит виден берег и имя твое тихо называет все думали что Индия там нет матросы сходят на берег след в след их плавание до ручки довело их тысячи их видеть невозможно ходи по ним ступая осторожно гляди во тьму в покровное стекло говорят июнь открываешь втекает белое молоко затворяешь скисает ставишь в печь говорит языками ангелов и людей а на третий день говорят июнь пух последних звонков розоватых последних времен по вечерам ну а утром по диску солнца проходит Венера все проходит и проходит третий день как в последний раз в этой жизни в следующий она останется в центре в церкви в маске как тогда говорят июнь листригоны греческих бухт ли сестраты греческих яхт не дают пока не отдашь им яд хранимы на черный день если ж нет интернет знает триста рецептов как сделать яд говорят июнь недолет пересвет говорят есть какая-нибудь вода нет тут это самое надо повернуть о все уже есть ну да ну да бумажный покупать сок ман вот длинный но я его весь не буду читать прочту из него только первый стишок довольно такой своеобразный цикл называется синематографика там четыре стишка которые называются следующим образом но как вот то что я читал значит про это самое про железнодорожную сию то здесь примерно тоже тот же принцип значит первый называется люмьер прибытия второй из Эйнштейн броненосец третий хичкок птицы четвертый копол апокалипсис соответственно первый люмьер прибытия как будто без поезда жизнь даже в этом звучит тяжело крупинку подняв и в платок завернув чтоб себе в оправдание чемодан раскрывающийся изумленной рукою перехватив чистильщики одежды бегут нахваливая свое мастерство валятся со всех сторон пропилей густоперые здания все это наконец говорит тебе вот ты и один закончен горизонтальный дым преферанса с соседями по купе перекатывающиеся духовые массивы облаков медных после заката превратились в противоположный себе свет говоря по-польски грязь и небольшой буксир на довольно широкой протекающей в квартале от вокзала реке несколько что ли издевательски издает такой особенный свист для бедных свист какой любил второстепенный поэт серебряного века пяст надо надо еще заскочить к живущему рядом приятелю с видом школьника блок жевательной резины заграничной вручить вручить ему как дар вселенской он же с трудом оторвавшись от вычислительных своих машин спросит как бы невзначай напомнить ему чем тактовик отличается от дольника раз уж дескать я приперся сюда с душою своей гитингенской в бедный наш край где эсэры намедни в публичной дискуссии опровергли существование души внутреннее молчание путешествие подкрепляемой неумолкаемой речью быстро сменяется внутренним диалогом не слышным извне никому и когда ночь окончательно вступая в свои права салют по поводу присоединения к империи новых островов кажется отдаленными залпами серечь картечью наступающего со всех сторон неприятелей в подсвеченном прожекторами дыму слышится классическое первый батальон по левому флангу арш ать два ать два а вот это стихотворение написано в начале 2013 года когда еще не было ни 2014 года ни 2015 теперь я боюсь над тем вообще стихи писать соответственно потому что называется новый баспор низовым потоком падает черепица проходя на бреющем желтый пляж кувырком кувырком летит на одном помпаж в другой при разгоне попала птица мы видали твой пилотаж в море черное окунуться там отжаться упасть забыться так из песен советских летчиков они отрезали моресьеву ногу они посвящали моресьеву богу но бог эту жертву отверг и вот он ползет через кровь и блевоту кругом гомонят отмечают субботу ему же великий четверг день хлеба и рыбы и чистого гнева геройской звездой пробивается слева мерцает и светит во тьму и шепчет ползи по лесам и полянам сигналь за тобою ползущим полякам что хрен им а не кострому когда он поет о широком просторе мы видим его через дырку в заборе в жуках пауках и траве без ног и без рук словно стыдное что-то тележка его как модель самолета и месть у него в голове нам взрослые дяди сказали глядите и мы замолчали наивные дети смотря на взметнувшийся прах на родину эту мечту и зазмобу на горнее небо на дольнюю злобу на крест у нее в головах к к к к к красному ехтеринбургским поэтом посвящено вот россия голоса воды и хлеба вот испания безоблачное небо позвонила грязодуба воросковой и сказала ты невидима свободно и на кончике маринина вожала мазь волшебная для украшения плоти в ночь вальпургии на бреющем полете в небе тоненькая жилка пробежала раскаляться на газу забыты плойки домработницы во след куда швылярвы а мужья их все кроты и землеройки укротители подземных канцелярий а любовники их ромбики в петлицах да какое там не ромбики а шпалы через пару лет кладут лесоповалы во тяжелых воежевых рукавицах ведьма два я ведьма первая ответь мне мы еще с тобою встанем темной тенью над тоскою над москвою на рассвете над столетием с сиренью и мигренью зарываясь запинаясь со слезою грязодуба с росковой матерея за толстовского полконского Андрея и за дуб его расколотый грозой так и последний из этого цикла соседка заносила спички и соль сосед заходил и оставил ключ бреешься у зеркала видишь листок ахтунг ахтунг покрышкин индерлюфт тем кто своевременно оставит меня тополиный пух и божья роса ну а мне соколику мать сыра земля да высылка в двадцать четыре часа что ли призывай на голову мою все свои проклятия имперская сталь твоего покрышкина ждали в раю только он заранее сводку прочитал как в покровском стрешни наискосок шел я по аллее мимо дачи его ждал откровения или пули в висок окрика охраны а нет ничего левитан до смерти слышал голоса жуков до опалы копался в зале тополиный пух и божья роса все что остается на этой земле опускай шлагбаумы ступай со двора фонарем на станции во след посвети передай начальнику апостола петра эшелон проследует по первому пути вот ну тут конечно все таки покровской стрешни значит надо было про нее что-то сказать удивительно совершенно недалеко от моего дома усадьбы покровской стрешни ну собственно бывшие как понятно из названия усадьбы стрешнивых там у нее усадебных времен истории невероятно богатые ее сейчас просто долго рассказывать и не совсем к месту но в начале в конце двадцатых начале тридцатых годов этот парк очень полюбился Василию Сталину и он выпросил у отца его под вотчины ВВС он курировал ВВС там построили санадорий профилакторий для военных летчиков значит несколько таких как бы домов отдыха потому что тогда это была самая окраина Москвы проводили там всякие слеты к тому же рядом был Тушинский аэродром вот а после войны там поставили несколько построили несколько государственных дач для летчиков героев и самое первое из них по аллее когда идешь от стрешнивского родника значит в сторону Тушинских шлюзов это дача Покрышкина и во втором классе у нас у меня была школа рядом с Покровским стрешнивом значит лыжные уроки физкультуры зимой у нас были активные физкультуры да они значит были Покровском стрешниво и во втором классе с одного из уроков мы с приятелем убежали на лыжах побежали туда к этому дому и увидели значит как приезжает Волга оттуда выходит ординариц открывает двери а тут выходят уже старенькие покрышки значит в сопровождении ординации проходят на эту дачу на следующий год он умер по-моему это какой-то 73-й год был или 74-й вроде бы вот то есть я столкнулся с тем что когда я в достаточно молодой аудитории читал я с тех пор зарекся вообще значит эти самые песни о советских летчиков читать потому что никто из молодых конечно не знает ни одной фамилии советских летчиков вот а? 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 ну это это было например на каких-то фестивалях где впадать в объяснение нельзя просто по регламенту там значит либо объяснять либо уж не читать вот и второй раз я столкнулся с совершенно удивительной историей когда значит на прекрасном Калининградском фестивале слово который до сих пор идет например сейчас более камерный есть такой фестиваль слово 3W там вот это один из первых фестивалей значит российских молодой поэзии в том числе значит сетевой там как вот новых форм и так далее какой-то значит такой достаточно пожилой мужчина по чтению этого стихотворения он значит из зала встал подбежал ко мне и начал меня обнимать и плакать слезьми значит я несколько удивился потом значит потом из его рассказа выяснилось но он конечно тут второй никакой план не увидел он увидел первый ну и слава богу как бы но выяснилось что его отец был военным летчиком и два с половиной года летал в одном звене значит с покрышкиным в общем покрышкиным был ведущим и они дружили а он живет в Калининграде соответственно сын уже маленький маленький цикл из двух стежков который называется к единому учебнику истории наброски первое первое песни сморщенного яблока тапки старые без задника день февральский ни о чем открывай своим ключом только песней за оконную ты не тявкай в домофонь мою как помоечный щенок никому посвященок я же ждал тебя козярина я искал тебе хозяина вон чугунный на скале в сыровяленом кремле на всю жизнь теперь дежурная его тяжкое безумие медвежатник всех замков и отец своих щенков а когда под слезы детские мы в дымы замоскворецкие превратимся на ходу идя по воду в аду вы издайте вслед летящему свое слабенькое тявканье вылезая из канур во февральский ваканун второе на Тихорецкую а далее везде то легким морком то буйным переплясом щелястый тамбур занавеска на гвозде как будто не было предписано весне петь песни юности ломающимся басом давай известную чтобы подпеть могли все гости мертвые все пузыри земные все те на корточках кавказские орлы и все клеенкою покрытые столы и ломки воздуха большие нарезные вагончик тронется останется перрон но опоздаешь же я все переживаю и строки странные записаны пером и плоть прекрасная пописана пером лежит под насыпью и смотрит как живая стена кирпичная и гул очередей часы вокзальные и карты вся колода и снова тамбур занавеска на гвозде и наши мертвые на суше и в воде и водокачка девятнадцатого года одно наверное из совсем старой книжки чтобы просто понять что это было это из книжки Мир по Брайю была такая книжка в 2004 году всего 14 лет прошло так такой наполовину стишок наполовину песенка наверное осталось два стихотворения вот это еще одно у моря шепот Бога слышнее чем в местах иных и Нильса гора охватывает страх он на песок присядет а полчаса пройдет он с дикими гусями отправится в полет несите Нильса гуси к великой старой скво к морщинистой бабуся про матери всего испачканная сажей всея земли вдова она ему расскажет строение вещества и стопит баньку жарко предложит стоус лад и объяснит про кварки и ядерный распад заснуть под это пение и видеть дивный сон но сердце как пропеллер узнать не в силах унять не в силах он едва глаза закроет я конечно понимаю что очень нагло читать здесь стихотворение едва глаза закроет и чудится ему идут солдаты строем в египетскую тьму в довременное пламя в какой-то адский рай идут они цепями гусиных белых стаи несите ниль собора назад в родимый дом где копенгаген скоро заблещет под крылом пробраться осторожно к себе и обувь снять спи ядерный художник не все ж тебе не спать простите Борис Леонидович а что должно в ужасном было произойти ну это парафразы но все таки наоборот приятно ой не знаю не знаю Борис Леонидович был человек стройник может с лестницы спустит как Мандельштам Липкин ну и последнее но старенький тут есть такой раздел стихи не вошедшие в книги я спешу в 2006 года но вот я его стараюсь сюда последний читать что он такой как бы завершающий любой но чтобы сосны за окном пускай дощатый карточный но сосны пусть будет лишь одно название дом но будет отблеск на закате красный и пред тобой негодным к строевой вечерний строй к морской вовеки годный закончен день сурдиночный и злой их музыкою медленный и медный протри потом поставь свою иглу из воздуха и никогда не мимо из солнечных квадратов на полу из голосов их называют гамма все в очереди за одним другой и до реки до моря через море а там уже столетний лес секвой как вы такой и вам отмерят мерой а в воздухе эфирные тела и искры и горячие светины и медленная музыка плыла пока на сердце жгло и расцветало то закрывал то открывал глаза все проверял на месте не исчезли прозрачные янтарные леса как были до как будут после жизни да спасибо аплодисменты аплодисменты